всем привет с вами ольга чернова моя огородная азбука сегодня 1 мая у нас прекрасная погода солнечная как всегда правда сегодня будет немножко попрохладнее 17 градусов но для огородников это счастье потому что в такие температуры которые были вчера и позавчера работать совершенно невозможно у нас еще уборка участка не закончена и нужно копать землю к следующим посадкам короче работы много сейчас я быстро быстро пробегусь по огороду покажу вам какие изменения и потом буду всех поздравлять в теплицах в которых я уже сделала подвязку и сделала провела борьбу с сорняками я захожу только для того чтобы посмотреть насколько подсох грунт после вот такой комплексной обработки делать мне здесь больше нечего только в том случае когда земля полностью просохнет я буду поливать заходить раз в неделю больше здесь пока делать нечего вот и в этой теплице я вчера снимала тут как я подвязываю удаляю нижние листья посынкую еще раз и как раз после этого полила вы сегодня этот видеоролик увидите потому что я уже закончила работу поздно не было сил уже выкладывать такую теплицу вот смотрите после того как я нижние листья удалила пасынки новые выросшие вырезала еще раз подвязала тут тоже у меня уже нет нужды сюда заходить часто а еще полила хорошо прям обильно полила теперь можно целую неделю сюда вообще не заглядывать видите внизу нижнее проветривание есть травы нет грунт влажный макушки все на месте опрятно подвязаны теперь только остается ждать когда вот эти молодые завязи превратятся в настоящих томатов некоторые изменения даже не успеваю вовремя заметить потому что каждый раз находишь не проверяешь но вчера вот поливая томаты я увидела что зацвели баклажаны все уже тоже скоро будет первая завязь ну и теплица приобретает законченный вид вот уже дырки там наверху заделали мы вчера с протерли ее я уже туда поставила растения отсортировавшиеся которые будут высаживаться ну все идет по плану правда с трудом очень медленно вчера я начала чудо теплицу собирать поэтапно все снимаю очень подробно на видео но конечно только первые детали соединила потому что еще огородных работ очень много сегодня не знаю хотела сегодня продолжать делать но сегодня приведут внука сегодня же праздник мы молодые придут сын со снохой они будут жарить шашлык а я должна буду следить за мариком чтоб он нам не как сказать не повредил огородные посадки потому что за ним нужен глаз да глаз так как сегодня 1 мая я всех поздравляю с этим праздником у нас раньше 1 май вот кто рожден в ссср это был такой праздник было такое воодушевление с утра уже надували все шары и шли на демонстрацию с флагами с цветами с детьми мир труд май запомним этот лозунг на всю жизнь сейчас уже праздник этот как бы утратил свое такое первоначальное значение день солидарности трудящихся сейчас на майские праздники люди стараются работать все в саду и огороде мы тоже будем тут уборку делать да вчера по техническим причинам у меня камера не отключилась работала 45 минут и некоторые зрители имели уникальную возможность посмотреть реальную жизнь огородника я сначала а камера не работала до тех пор пока не села батарейка а я зашла домой потом ну уже попозже после обеда и не глядя выложила это видео про теплицу не посмотрев что там длительность намного больше чем нужно потом когда комментарий почитала что это ну что то камеру нужно выключать все секреты так вы дадите я с ужасом увидела что там сняли все и стройные катины ножки и как мы боремся с этой вот вот эта бочка у нас была с того года с водой с протищей нам ног туда накидал и перегноя он разбух заквасился и все там валялись каких-то палки вот мы зрители имели уникальную возможность видеть как мы 15 минут боролись крыхтели хотели опрокинуть старую воду новую потом налить и сначала я вроде расстроилась но кто добровольно выложит видео о том какой у них бардак на участке особенно у нас весна вы представляете у нас бардака в три раза больше вот смотрите у нас валяются всякие ведерки палочки вот эти вот придавливаем чем бетонные поребрики лотки стаканчики всякие грабельки укрывашки сантиметры дуги вот если посмотреть вот это вот но это же ужас ужас ужасный некоторые люди может быть никогда в жизни такого бардака не видели конечно за это неудобно а потом я подумала ну что стесняться ведь это реальная жизнь и может быть кто-то из начинающих огородников увидев поймет что перед тем как я выхожу и пять минут показываю вам стройные ухоженные вот эти вот ряды сейчас я перемещусь сюда короче перед тем как показать стройные ухоженные ряды томатов перед этим идет многочасовой многодневный тяжелый монотонный грязный труд огородника как мы вчера с этой бочкой она вонючая там вода грязная все это прокисло и когда я увидела что все это видео выложилось конечно я была в шоке потому что думаю не не дай бог меня кто-нибудь грязную вот такую замызганную с лохматой головой видит а потом подумала но это же тоже жизнь огородника да и мы бываем и грязные и всякие там это наш труд все я потом успокоилась думаю ну ладно кто посмотрел тот посмотрел а насчет того что это так можете выдать все секреты ну так в том то и дело что секретов то сильно никаких нет и вы уже наверно поняли кто посмотрел что я какая в кадре такая и за кадром мы с шутками с прибаутками я послушала я тут даже что-то хожу песенки какие-то пою катючу тут палочки не так положила хочу сделать не реальную такую опытную огородницу конечно у нас сейчас бардак везде но сейчас как только мы все рассадим как только мы все это приберем будет такой красивый огород будет большой урожай и мы будем такие чистенькие все поздравляю всех с праздником у нас праздник конечно будет у меня лично молодые то будут отдыхать а у меня лично праздник будет это опять какая-то работа что-то с рассадой поливать рассаду все равно нужно сейчас расскажу про полив рассады дождем про дождь я всегда говорила что я всегда стараюсь использовать дождь при поливе в ожидании дождя стараюсь открыть все это вчера посмотрела прогноз что будет дождик открыла вот эти все лоточки с рассадой которые будут высажены в открытый грунт и оставила их потому что дождевой полив он самый такой равномерный никогда так как из носика из леечки не польешь рассаду как дождик он монотонно капля за каплей капает капает и все эти стаканчики он полил вот сегодня я освобождена от полива вот этой вот аравы все до свидания сегодня 1 мая размер труд май значит нужно трудиться у нас завтра будет похолоднее немножко и следующие три дня будет похолодание буду закрывать вот эти вот нетканки и на ночь пленкой буду закрывать все до свидания